Обновление парка общественного транспорта и шансы Ярославля на матче футбольного чемпионата мира. Такие темы были подняты во время визита в наш город заместителем министра транспорта России Николая Асаула. В мэрии он встретился с руководством города. Подробности у Нины Свечниковой. Федерация предлагает регионам на условиях софинансирования обновлять общественный транспорт. Такое предложение озвучил заместитель министра транспорта России Николай Асаул на встрече в мэрии Ярославля. Столичный гость отметил, что в программу софинансирования могут включить не только средства бюджета, но и средства частных перевозчиков и автотранспортных предприятий. Федерация поможет им купить новые автобусы, троллейбусы и трамваи. При корректировке бюджета текущего года было принято решение о уделении средств на софинансированные обновления парка. Таким образом, предполагается, что в текущем году 12 тысяч автобусов по 85, троллейбусы и троллейбусы, троллейбусы и троллейбусы. Небольшие цифры на всю Россию, но, тем не менее, хорошая возможность обновить свой парк. Городскому телеканалу замминистра транспорта рассказал, что принимал участие в работе совещания по проведению чемпионата мира по футболу в 2018-м. На вопрос, останется или нет Ярославль в списке городов чемпионата, замминистра ответил уклончиво. Он заметил, что при оценке городов комиссия учитывает состояние инфраструктуры и возможности для рационального и прибыльного использования построенных объектов в будущем. Мы недавно проводили совещание у министра спорта Виталий Леонидовича Мутко. Действительно, время поджимает и необходимо принимать окончательное решение о итоговом списке городов-кандидатов. Очевидно, что городов будет больше 10. Наверное, несколько городов будут исключены, там, где недостаточная инфраструктура, и там, где самый главный критерий – последующее использование этой инфраструктуры. Понятно, что можно построить все, что угодно в любом городе. Вопрос, будет ли потом спрос на это наследие. Условно говоря, есть ли необходимость в небольшом городке строить пятизвездочную гостиницу, которая потом будет простаивать. Или аналогично касается объектов спортивной инфраструктуры – огромные стадионы. Если нет людей, которые будут там заниматься, просто это будут выброшенные деньги. Поэтому с этой точки зрения бюджетных ограничений сейчас мы еще раз ревизуем города-участники. Окончательное решение по городам-участникам чемпионата будет объявлено в конце сентября. Нина Свичникова, Михаил Орлов, Городской телеканал.